Метал Геор Солид И сейчас нам предстоит битва с боссом Вулкан Рэйвеном Но сначала мы должны сделать это фото Давайте его сделаем Если все удастся воспроизвести, я тоже намучился здесь То есть мы фотографировали, отсюда не получалось Но вот сюда подходим к перилам Вот так Где там наша камера И давайте сделаем несколько снимков Еще правильный надо угол выбрать Но я сейчас парочку сделаю Давайте еще вот так И еще вот так Все, быстренько звоним Мейлин В чем дело, Снэйк? Дело в сложности, понимаешь ли Фокусировки Снэйк, а будь что будет Всякий день пройдет Какой бы он ни принял оборот У нас почти нет времени, Снэйк Поторопись Только ты сможешь предотвратить запуск ядерной ракеты Да, сделаю все, что в моих силах Подумал Снэйк Но ничего не ответив Просто силой вжал кнопку сброса на своей рации Хотя он же не в руке ее держит Ну ладно, это уже другая история А первая история Это как раз в сложности Сфокусироваться на том самом Участке локации В котором вшито Фото призраков Разработчиков Так Смотрим Есть Поймал этого лысого с первого раза Отлично С воронами Очень круто Так Все, теперь На битву с боссом А битва с боссом, друзья На сложности Нашей Это всегда сложно Это всегда потно Так Загружаемся Особенно доставляет Как Некоторые из вас потом Смеются надо мной в комментариях Как это было жарко Правильно делаете Да Одобряю Так вот Готовимся Перед тем как пойдем Так Тут нету этих Дурацких Пулеметных турелей А то Сейчас Перед самой битвой Отколбасят Те немногие жизни Что имеются Паеку взяли Сейчас у нас Получается Сколько пайков Два пайка Жизни Нормально Пока паек не используем Перед тем как войдем Обязательно Друзья Давайте Всем позвоним Где наш бронежилет Предметов уже много Так Бронежилет Есть Звоним Снэйк Снэйк Террористы уже закончили приготовление к запуску Хватит терять время База Метал Гера впереди Снэйк Снаружи минус 30 В чем дело Забудь Спасибо Снэйк Прекратил дурью маяться Иди на базу Метал Гера Время немало Снэйк Сейчас настолько колеблется Верить ли Инструктору А может быть Сам инструктор В чем-то лукавит Так Мейлин Что-то скажешь нам Напутственное Хотя ты всегда говоришь Когда мы сохраняемся А так Просто Будь осторожен И на том спасибо Какая ирония Люди работают Как рабы Ради оружия Которое Никогда не должно Применяться Оружие Которое Уничтожит Их самих Это безумие Ты права Наташа Ты Сто процентно Права Это место Находится Среди вечной мерзлоты Соответственно Названию Она никогда Не тает Я слышал Что более 85% Аляски Вечная мерзлота Здесь очень холодно Снэйк Если не поспешишь Твои пайки замерзнут Можно Претратить заморозку Пайков Держа их поближе к телу То есть Экипировав О да Это кстати совет Чтоб пайки не замерзли Да По поводу Вечной мерзлоты Друзья Тоже Недавно Кстати Совсем Исследовал Эти Этот вопрос Очень интересно И в частности Город Норильск Заинтересовал Я смотрел Там дома Построены на сваях На таких Специально И я заинтересовался Почему Как бы Обычные Панельные Дома Которые Которых Тысячи миллионы В Советском Союзе А там Такие же Только на сваях Потому что Там действительно Под небольшим Слоем грунта Идет Огромнейший Слой льда И если дом Будет соприкасаться С ландшафтом То во времена Отопительного Сезона Когда Скажешь Здесь очень холодно Если не поспешишь Твои пайки Замерзнут Да Это будет проблема Можно предотвратить Заморозку Пайков Держа их поближе к телу То есть В общем В общем Действительно Пайки Могут Замерзнуть Для того Чтобы их Разморозить Нужно будет Подниматься Туда В комнату С Расплавленным Металлом И там Их отогревать Какого черта Здесь делают Эти вороны Вороны Не знаю Здесь раньше Были вороны По неизвестной причине Их стало гораздо Больше Ну да То же самое Только часть Которая была С лифтом Пропала Так Ну-ка Экипируй Пайки Поближе к телу И мы Приступим к делу Думаю Сохранение Хотя Наверное Там Мы уже Проведем Так Сейчас Можно только Открыть Ух Настроимся Друзья Поехали Добро пожаловать Это конец пути Для тебя Верно Друзья мои Слышишь Они согласны Вороны Не падальщик Как думает Большинство людей Они просто Возвращают Природе То Что больше Не нужно Миру Иногда Они даже Нападают На раненых Лис Это ты был В танке М1 Там должно быть Тесновато Для такого Большого Патни Готки Но Это была Ненастоящая Битва В общем Огромный Грослый Ворон Ворон и я Проверяли Что ты за человек Решение Принято Вороны Говорят Что ты Истинный Воин У меня Галлюцинации Рэйвен Является Шаманом Я Не могу Двигаться Ворон Поставил На тебе Метку Смерти Кровь Востока Течет В твоих Венах Твои Предки Тоже Росли В степях Монголии Инуит Японец Друг для друга Двоюродные Братья Нас Связывают Многие Предки Тебя И меня В моем Роду Нет Никаких Ворон Шутки Шутками Но действительно Вороны И Змеи Не лучшие Друзья Тем не менее Ты будешь Достойным Противником Ты тоже Живешь На Аляске Ты знаешь О всемирных Олимпийских Играх Эскимосов И индейцев Да Я не знаю Наверное Ты грозный Соперник В конкурсе Поедания Мухута Да Ты прав Но есть еще Одна вещь В которой Я превосходен Она называется Перетягивание За уши Это состязание В котором оппоненты Тянут друг друга За уши При сильном морозе Так проверяется Духовная И физическая Сила Ты хочешь Чтобы мы Тянули друг друга За уши Форма иная Но дух Что же Влекуй Снейк Наша битва Будет славной Это не славная Это просто убийство Насилие Это не спорт Что ж Мы увидим Есть ли сила В твоих словах Так И вот теперь Сейчас Сохранимся И Давайте Всем звонить Чистокровный Американец Рейвен Вырос на Аляске Стал шаманом Одно время Он служил В специальных Подразделениях Советского Союза Вымпел Но потом Потом уже Примкнул К Фоксхаунду После падения Советского режима Вулкан Рейвен Наполовину Коренной Житель Аляски И наполовину Инуит Его вырастили Как шамана Говорят У него есть Сверхъестественные силы Во время Холодной войны Он обучался В России Вымпеле Советских Спецвейст Войск В 1993 году Его понизили В должность Президент Ельцин Совершивший Государственный Переворот Так он покинул Страну И стал наемником После этого Он присадился К этим Разжигателям Войны Он оставался Там до тех пор Пока не присадился 29-миллиметровая Пушка Вулкан Такие обычно Ставят на истребители Огнестрельное оружие Тут не поможет Он сделает Из тебя фарш Он не только сильный Снэйк Он почетный выпускник Университета Аляски Поэтому еще и думает Быстро В любом случае Даже не пытаясь Атаковать его Напрямую Обычное оружие И сравнится С 20-миллиметровым Вулканом Попробуй атаковать Его со стороны Или сзади Так, ну да Вот Часть биографии Продублировала Нам Коллега Фронтальная стычка Невыгодна для тебя Попробуй атаковать Его радиоуправляемой ракетой Проведи ее между контейнерами Так, чтобы ударить Его сзади Но если ракета Будет идти слишком медленно Он собьет ее Даже если она будет Приближаться сзади Постарайся достать Его на максимальной скорости Или атакуй За угла И еще можешь попытаться Угадать Где он пройдет И установить там С4 Если тебе повезет Это может сработать Ну или мины Я планировал Мины ставить В принципе Когда контейнеры разрушатся Они блокируют тебе путь Разрушаются Постарайся вырубить его До того, как это произойдет Так Еще что-то Ясно Мейлин Снэйк Снэйк, ты в порядке? Волнуйся, девочка Не умирай, Снэйк Нет, нет Не умру Я еще должен посмотреть Как ты мне язык показываешь Похоже у Рейвена М61А1 20-миллиметровый Многоствольный пулемет Такие обычно ставят На F-16 Со своими Вращающимися стволами Он может выпускать До 4000 патронов В минуту И весьма точно Если покажешься перед ним В открытую Превратишься в фарш Держись от него подальше Атакуй из укрытия Попробуй радиоуправляемые Ракеты Или С-4 Так Это будет сложная битва Уже не раз говорю Можно предложить Заморозку тайков Держав их поближе к телу То есть экипировав Once more Хоренной алискинский Американец Возможно Атапаск Они происходят Из того же племени Что Апачи С точки зрения Антропологии Они родственники Японцев Есть даже Лингвистические Сходства Между Атапаской Группой языков И древнеяпонским языком У тебя У него возможно Много общих предков Инструктор Не помню Что бы я говорил тебе Что я частично японец Кое-что Не успел Прочитать Коромысло Четырех Это гонки В них нужно Бежать с бревном На плечах На котором Сидят четверо Взрослых Мужчин Думаю Ревен Делает это С шестью Людьми Еще я с ошибкой Прочитал Некоторые Племена Но очень Торопился Просто Друзья Тут иногда Ну да Приходится Прошу вас Отнестись К этому С пониманием Теперь Атакон Это помещение До сих пор Не отстроили Потому что Приоритетной Была задача Постройки Подземной базы Но Хорошо то Что среди Этих контейнеров Легко спрятаться Так Есть такое Подземная база Для Метал Гира Так А теперь Глубокая Глодка Так Друзья Ну что Сохраняемся И Путь Думаю Мы Будем Использовать Никиту Я люблю Здесь Использовать Именно С использованием Никиты Понятно Понятно Он там Так Давайте Попробуем Заходить К нему Со спины Это Единственный Способ Повернуть Да Понятно Еще попытка Есть Первая Зашла Аккуратно Пайки Держу Изготовить Конечно Броник Тоже Очень важен Ох Он сейчас Там В спине Аккудаст Выдаст Гад Туда Пошел Видите Какой Резкий Ай 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 Как же Больно Без Броника Очень больно Ну ладно Пойдет Еще Есть Там Почти На пол Жизни Та что Та что Такое Ну Та прям Жестко Так Реагировать Давай Есть Есть Та Ты Пошел Начал Бегать Он уже Начал Бегать Друзья Давайте Попробуем Хорошенько Минировать Но Опять же Осторожно Так Одину Броник Вайп Та Ты Сранец Самому Би Взорваться По всем Этому Надо Помнить Тут Участок Который Мы Заминировали и не появляться больше на нем. Так, видимо, все, больше пока нельзя ставить мины. Можно еще со стингера ему бить в спину. Очень понятно, где он. Но то, что он стал носиться, это... О, он где-то, по-моему, взорвался. Вот он, вот он, вот он. Ах ты, мерзавец. Свинья. Давайте пойдем сюда. Отлично, отлично, он на мини там... Ааааа, и сделал. Как, как все жизни? Да как так-то, на чем? Я ведь там не ставил. Не, вот это перебор. Все жизни это перебор. Так, ладно, давайте сейчас я начну с мины, наверное. начну с мины, наверное. Вот точно понимать, где я их поставил. А вон и дядька ходит, видите там? Что-то я там оставил и не запомнил. Где-то бахнуло. О, больно парню. Так, тут еще паек есть. Теперь надо его искать. О, больно парню. Ай-ой-ой. Ай-ой-ой. Ай-ой. Ай-ой-ой. Ай-ой. Выцелил. Но когда он взрывается, это правда смешно. Посмотрите, вносится там. ай мины тут конечно божественно вообще тащат так лечусь одеваю броник и буду здесь спастись возле пайка там боль испытывает все ящики уже повредили да ящики тут тоже повреждаются друзья он разошелся прям сильно давайте будем пытаться ай 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 отстань давайте будем пытаться работать по нему с со стингера ай ай вставай снэйк вставай так нам похоже и в этом бою придется погибнуть Ай, ну! Нему по сути... Один выстрел! Убегай! Убегай, Снэйк! Опа! Посмотрите просто... Посмотрите на это, друзья, это... Ну я боролся до последнего, я специально не делал никаких сохранений, чтобы сейчас загрузиться и добить, не... Это да. Это был шикарный бой, это был... Такой... Необидный проигрыш. А что ты... Мерзавец. Да, Снэйк, ну встань! Лучше, конечно, мины ставить на перекресток. Это действительно лучше всего. Ошибка. Ошибка. Так, где наш амина? Ладно, давайте вначале так. Вначале мы работаем Никите, пока он не начал быстро носиться. Он начинает быстро носиться, когда мы 25% у него жизни отнимаем. Ну ты жёсткий, ты жёсткий! Куда ты пошёл? Есть раз. Где враг? Это тоже было крутое попадание, согласитесь? Это было шикарное попадание сейчас. Держи вот так. Так. Как же мне здесь теперь аккуратненько? Снайп. Ай-яй-яй-яй-яй. Посмотрите, вот сейчас вид. Очень круто сейчас смотрелся. Давай, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, как ты задолбал! Я не могу вот отсюда так прислонившись. О, теперь могу. Всё было так неплохо. Так, иди взорвись уже там где-то, я не знаю. Давай, ай-яй-яй! Здорово, да, здорово, да, 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 да. Я знал, что ты любишь за 3-3, когда я рассматриваю что-то. Так, ну это тоже, похоже, ещё одно поражение. Неизбежное. Ладно, больно. Ой, больно. Он там бегает, видели? О, опять! Опять этот момент! Когда же, ну-ну-ну! Слушайте, это... Это просто жесть! Снова он просто остался ваншотный. Я бой с ним точно на всю жизнь запомню. Да пошёл ты, чёртовой бабушке! Мерзавец! Как-то слабо сейчас урон зашёл. Смотрите, как реагирует вообще просто. Реагирует очень хорошо. Опять! Да ну дай ты... Хоть какой-то... Не кричи. Слушайте, а со стингера я могу вот же... Да, могу сам себя убить. Ай, ёлки-палки! Какое? Где мои супермины? Да! Какое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот Стингердаун хорошо помогает его видеть. В этом плане он тут прекрасен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, здесь, в общем, по-хорошему можно было и попасть. Чтобы не взорваться на своем же. Где мой тепловизор? Вот-вот. Я об этом же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это я люблю. А это нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так Все, я полностью себя окружил минами Что ж ты за мерзавец Как босс и говорил, похоже этот мир больше не нуждается в моем существовании Но мое тело не останется в этом месте Мой дух и моя плоть станут едины с воронами Таким образом я вернусь к матери земле, породившей меня Снэйк! Мой дух будет следить за тобой, ты понял? Снэйк, возьми эту карту Она откроет ту дверь Почему? Ты змей, который не был создан природой Ты босс, вы из другого мира Мира, который я не желаю знать Иди и сразись с ним Я буду наблюдать сверху Но сначала я дам подсказку Человек, который умер на твоих глазах Фальшивый директор Дарпы Это был не директор Дарпы Это был декой Октопус, член Фокс Хаунда Он был мастером по перевоплощению Он копировал объекты вплоть до их крови Он выкачал кровь директора и перелил ее себе Он не смог обмануть Ангела Смерти Ангела Смерти? Но для чего столько трудностей? Зачем играть роль директора? Это конец моей подсказки Ты должен разгадать остаток головоломки сам Снэйк В природе такого понятия, как абсолютный убийца, не существует Всегда есть предел Но ты другой Что ты пытаешься сказать? У пути, по которому ты идешь, нет конца Каждый твой шаг ты выстилаешь трупами своих врагов Их души будут преследовать тебя вечно И не найти тебе покоя Услышь меня, Снэйк Мой дух будет наблюдать за тобой Снэйк Это я, инструктор Это насчет Наоми Выключи свой монитор Что насчет Наоми? Черт Полковник Наоми Нет, она отошла Она решила прилечь Так что там насчет Наоми? Хорошо, думаю, полковнику тоже стоит это услышать Да, продолжай, инструктор Что ж, на самом деле, доктор Наоми Хантер вовсе не доктор Наоми Хантер Что? Мне показалось, что ее рассказ о прошлом звучал довольно сомнительно, поэтому я решил проверить Доктор Наоми Хантер действительно существует, точнее, существовала Но это не та женщина, что мы знаем Настоящая Наоми Хантер исчезла где-то на Среднем Востоке Наша Наоми должно быть каким-то образом получила ее документы И кто она на самом деле? Наверное, какой-то шпион Шпион? Да, возможно, ее поставили сюда, чтобы сорвать операцию Хочешь сказать, она заодно с террористами? Я не хочу это сказать Но ведь она работает на Фоксхарт Думаешь, она принимала участие в этом восстании? Или она могла работать с какой-то другой группой? Другой группой? Может быть Возьмите ее под арест Что? Она предала нас Ее необходимо арестовать и выяснить, с кем она работала Если она одна из них шпионов Что вы имеете в виду? Ничего Вы не доверили ей какой-нибудь жизненно важный секрет или что-нибудь подобное? Это как-то связано с загадочной смертью директора Дарпы или президента Армстеха? Я... я не знаю В любом случае, мы не можем больше позволить ей принимать участие в миссии Погоди, погоди минуту Без нее мы не сможем завершить миссию Я так и знал Вы что-то скрываете Дай мне время Я постараюсь Тогда поспешите Мы должны выяснить, кто она и что здесь делает Я понял Снэйк Дай мне немного времени У меня не осталось времени на вас Так Времени не осталось Карта седьмого уровня у нас А... Мины наши здесь остались Там, где Не повзрывались Но это очень крутой момент боя Когда не видно, где он взрывается на этих минах И он там так хрёт Когда на них наступают Парню совсем неприятно Так, сейчас Мы еще всем позвоним Тут еще есть фото Я пока просто бегаю, проверяю Не разорвемся ли мы на своих же минах Так, карта седьмого уровня, друзья Помните, там была тоже дверь седьмого уровня На поле С Вульф Хорошо, теперь давайте Вроде нету Оденем бронежилет И Надо найти нужный ящик Это легко сделать, когда есть Радар Когда радара нет Нелегко Ну вот Вот это, видимо, он Так, пока никому не звоню Фотографируем Смотрим Потом загружаемся Звоним Потому что Может откатить И скорее всего Откатиться Давайте отойдем Еще вот так Когда немного отошел от боя Проникаешься Это, конечно, сильнейшая история Этого всего Ну да, это, видимо Нужные нам контейнеры Сейчас я еще посмотрю Да, похоже на то Здесь уже дверь Хорошо, тогда еще Одно на всякий случай Делаем Да Так Мэйлин Наоми Наоми не вела себя странно Нет, просто не могу поверить, что Наоми вражеский шпион Я отказываюсь признавать это Я тоже не хочу в это верить Не нужно, Снейк Ничего не сказала на этот раз Но После такой информации о Наоми, я думаю Не до всяких цитат Так Да, с первого раза получилось И это Наверное, один из самых непонятных призраков Я Не могу разобрать, друзья Что здесь Но вот такой призрак Изгоняем Отлично Еще одно фото С привидением в нашей копилке Так, и теперь давайте Позвоним И еще поговорим Со всеми Можно ли вернуться туда, в ту дверь Ладно, это мы решим Чуть позже Снейк Снейк, ты по поводу Наоми То я сейчас как раз пытаюсь разобраться Дай мне немного времени Где она? Она еще спит В голове не укладывается Сначала директор Дарпы оказывается самозванцем Теперь Наоми Что за чертовщина здесь творится? Думаю, вы опять скажете, что ничего не знаете Я прав Прости, Снейк Безумец, угрожающий миру ядерным оружием Думаю, вот о чем мне сейчас стоит беспокоиться Снейк, поспеши в подземную базу Metal Gear Она к северу от склада, где ты дрался с Рэйвеном Снейк Ты называешь Снейк? Так Америка и Россия Снейк, я уверен, что женщина, называющая себя Наоми-шпионка А сейчас я начинаю думать, что Кэмпбелл тоже что-то скрывает Не доверяй ему Так, ну Заявляя так, он и на себя, конечно же, тень подозрения кидает Я ничего не знаю доктору Наоми Мне нечего сказать Но Снейк, лучше оставь это полковнику Кэмпбелл Вы сейчас нужно попасть в комнату управления Но Снейк Ну а вам, друзья, сейчас нужно поделиться этим прохождением Со всеми, кто любит стопроцентный формат геймплея Кто любит качественные игры И, конечно же, кому будет интереснее Metal Gear Solid Бой был жарким Пишите, как вам И в следующей части мы, конечно же, продолжим Субтитры сделал DimaTorzok